Я решила, что мы проведем акцию в виде экскурсии. Называется «Иваново в годы войны». На меня выслали ОМОН. Меня практически положили в центре города на землю и арестовали. Никогда не было такого остервенения. Возможно, в эту ночь привезли 500 трупов. Это были первые трупы с украинской войны. Сотрудников полиции их заставили разгружать. И они предъявляли мне, что мальчики там гибнут, а я тут за мир выступаю. Расскажите о себе. Меня зовут Ирина Мальцева. Я родом из Сибири. Но последние годы я жила в городе Иваново, в Ивановской области. Работала в качестве экскурсовода. Водила экскурсии вокруг дачи Дмитрия Анатольевича в городе Плёсе. Это до начала войны. После начала войны я эмигрировала сначала в Армению, а затем в Германию переехала. Как прошло ваше 24 февраля 2022 года? В чатах, в которых я состояла, стали очень быстро обсуждать этот вопрос. И все говорили, что надо что-то делать. И единственное, что мы могли в этот момент выйти на акцию протеста. Это был рабочий день. Не все могли днем выйти на эту акцию протеста против начавшейся войны. И поэтому договорились на вечер. Но это было настолько переполняющее чувство несправедливости и какого-то шокирующего для меня момента, что я уже в обед вышла на нашу главную площадь с украинским флагом в знак протеста того, что моя страна не может нападать на чужую. Самое интересное, что никакого противодействия со стороны сотрудников полиции либо кого-то абсолютно не было. Я простояла там какое-то время. А вот назначенный массовый митинг уже на вечер, он уже столкнулся с тем, что были сотрудники полиции, которые разгоняли этих людей, задерживали людей, выступавших против начала войны. И я уже свой вечер потратила на то, чтобы высвобождать этих задержанных людей с отделов полиции. Как вы проявляли свою гражданскую активность? Я была оригинальным координатором движения «Голос». Это движение в защиту прав избирателей, которые занимаются наблюдением за выбором и фиксацией того, как в России проводились выборы. Региональным координатором «Голос» была с 2013 года и сама участвовала в выборах в качестве кандидата, например, в 2020 году. Ну и, конечно, какая-то другая активность, связанная с каким-то благоустройством города, с защитой зеленых насаждений. Ну, как бы это тоже все было в рамках наших интересов и активностей. Но основная, конечно, моя деятельность была связана с наблюдением за выборами. Вы много наблюдали на российских выборах? Действительно ли было много фальсификаций? Или же народ и правда выбирает эту власть? Есть разные способы, чтобы сманипулировать голосованием и получить нужные результаты. В Ивановской области всегда находили способы, как повлиять на результат и получить тот результат, который нужен. Было ли бы это сделано снижением конкуренции, снижением активности, то есть информацию о выборах не распространяли, либо с прямыми фальсификациями. Но это всегда с момента, когда я начала наблюдать за выборами, я начала наблюдать за выборами в 2011 году, с этого момента всегда были манипуляции с голосованием и с итоговым голосованием. Ну, например, яркая история была у нас в городе Тейково, когда для того, чтобы не прошел оппозиционный кандидат, ему выставили кандидатов от разных так называемых фейковых партий. Причем один из этих кандидатов был с той же самой фамилией, но чтобы голоса от него отобрать, а для того, чтобы претендовать быть кандидатом на выборах, эти партии должны были собрать подписи за выдвижение этих кандидатов. Так вот, подписи собирали представители «Единой России», то есть представители «Единой России», а также сотрудники администрации и департаментов были заняты, чтобы фальсифицировать подписи избирателей за этих вот кандидатов. Однажды еще у нас в Ивановской области просто исчезли бюллетени, и потом оказалось, что заместитель главы города Кинишмы, один из вторых по величине город, просто их сожгли где-то в подвале для того, чтобы только не показать тот результат, который был на самом деле. На самом деле истории было масса, у нас есть несколько избирательных участков, которые всегда там очень высокий процент голосования за административного кандидата или за Путина, и это психоневрологические интернаты, в которых просто за людей вбрасывают бюллетени сотрудники этих предприятий. Почему однажды вы решили заняться гражданским активизмом? К 2011 году, по моим ощущениям и по ощущениям людей, которые были вокруг меня, Единая Россия достала уже всех настолько, что они как бы уже никто не хотел, чтобы представители этой партии были у власти. Далекие от политики люди как-то решили, что мы пойдем голосовать и проголосуем, эту ситуацию изменим. Вот в моем окружении было много таких людей, которые пошли, проголосовали, а ничего не изменилось. Но вот это вот такое ощущение, что за Единую Россию никто не голосовал, а она выиграла. После этого были выступления в Москве на Манежной площади, там же 4-5 декабря были вот эти выступления, о которых, конечно же, никто не показал на телевидении. Но я случайно оказалась в Москве по своим рабочим делам, и мне об этом рассказали ребята. И тогда мне этот вопрос заинтересовал, почему, что за фальсификации, были ли они в нашем городе и так далее. Я поговорила с заместителем избирательной комиссии, областной избирательной комиссии Ивановской области, а мы тогда тоже с ним работали над совместным проектом популяризации выборов в библиотеках Ивановской области. И он мне сказал, что не-не-не, в Ивановской области не было ничего такого, все у нас честно, все у нас правда. А тогда было очень много роликов еще в интернете, которые свидетельствовали о том, что были вбросы, фальсификации. Но он сказал, что у нас в Иваново были представители мальчики и девочки из движения «Голос», они там что-то увидели, но это они все врут, это все неправда. Но о связи с тем, что уже черт сомнения был заложен во мне, то я все-таки нашла этих мальчиков и девочек из «Голоса», не просто выслушала, что они говорят, а я решила убедиться сама, своими собственными глазами, на то, что там на избирательных участках происходит. И я прошла обучение, там были курсы, ну как бы такие тренинги. И уже на президентские выборы 2012 года я уже пошла сама на избирательные участки, и я поняла, что нас обманывают. И она как бы столкнулась с таким сопротивлением на избирательных участках. Ну а меня чем больше давят, тем больше я сопротивляюсь, поэтому до 2022 года не могли вытолкнуть из наблюдения за выборами. Как общество могло сопротивляться фальсификациям на выборах? Если бы общество было зрелым, то не было бы вбросов. То есть люди, которые занимаются вот этой фальсификацией, они бы боялись за свою репутацию, они боялись бы это делать. Ну, конечно, равнодушие общества к этому процессу тоже сыграло свою роль, потому что большинство населения считало, ну что как бы и без меня все решено, и очень многие не понимают, зачем это вообще выборы, чем занимаются депутаты. И как бы, и на мой взгляд, это делалось намеренно. Вот такое устранение граждан от решения каких-то важных вопросов, будь то касающихся ЖКХ, местожительства или выборов. Да, ну как бы, ну это такой процесс обоюдный. Потому что у меня была история, когда я наблюдала за выборами на праймере с Единой России. А там же, ну как бы, вообще никаких правил не существует, да. Женщинам, которые в избирательной комиссии были, им была поставлена определенная задача, определенная задача, какой результат должен был быть. И я пришла, и села, сидела вот на этом избирательном участке, никуда не уходила. И они целый день пытались меня как-то там... А я лично знаю этих женщин, ну как бы мы во вне выборов с ними хорошо общаемся и так далее. Какие-то у нас совместные проекты там по городской среде и так далее были. И они целый, вот весь этот период пытались меня как-то из избирательного участка отвлечь, чаю поговорить, еще что-то, ну вот какие-то все такие. А потом уже в конце я говорю, ну девочки, ну как вам не стыдно? Вы же понимаете, чем вы занимаетесь? Вот зачем вам это, да? Они говорят, ну чтобы этого не происходило, должно быть больше таких людей, как вы. Чтобы мы были под контролем и не делали то, что нехорошо. Я говорю, ну вот если бы таких, как вы, не было, может быть, таких, как и я, не понадобилось. То, что касается людей, которые там заняты своими делами, своим выживанием, да, то есть как бы почему вот протест против таких нечестных выборов, он возник в больших городах, а не возник там в маленьких деревнях и так далее. Потому что все друг друга знают и все знают, как это происходит, да, и что тетя Маня это делает и так далее, а дядя Петя там сосед. Ну как бы и вот этого доверия к этим выборам у людей давным-давно уже не было. Ну то есть поэтому участвовать в этом у них не было никакого смысла. И всегда была ситуация, если это федеральные выборы, всегда были регионы, которые честно голосовали, которые честно считали, а были регионы, которые покрывали это все сверху. Ну те же Чеченская республика, Краснодарский край. Что нужно сделать, чтобы люди перестали равнодушно относиться к своей роли в обществе? Я считаю, что нужно дать власть на места, чтобы люди конкретные понимали, вот они живут в этом городе, они живут в этой деревне, и только от них зависит, как будет устроена жизнь вот в этом месте. Ну то, что было заложено в муниципальной реформе, в 130-м законе, но постепенно от чего-то отошли, и все полномочия с мест ушли наверх, и соответственно люди встали в такую инфантильную позицию, там все сверху решится. На мой взгляд, опять же, мой опыт наблюдения за выборами, я наблюдала в Польше несколько раз за выборами, и там было огромное паломничество на муниципальные выборы, и практически никого нет. Ну, есть, конечно, там тоже явка высокая, но гораздо меньше на федеральные. Потому что на федеральных выборах выбирают людей, политиков, которые будут там где-то далеко, какие-то решать вопросы, которые близко к телу мне не подходят. И поэтому там голосуют люди, которые действительно интересуются международной политикой, и так далее. А вот на муниципальных выборах голосуют все, потому что они знают, что от их выбора конкретно зависит, кто у них в их деревне будет мэром, и кто как будет относиться лично к нему, к дорожке, как это будет организовано, школа и так далее. И тогда люди становятся более ответственными за свой выбор, они понимают, что это важно и нужно. То, что касается просвещения, ну, на мой взгляд, надо начинать просто с сферы ЖКХ, в которой люди до сих пор, я жила в многоквартирном доме, и люди, большинство из этих людей до сих пор думают, что там государство как-то содержит их дом, и что там власти как-то могут повлиять на управляющую компанию, и не понимают о том, что у них есть реальные какие-то рычаги на то, чтобы влиять. Ну, и, конечно же, я считаю, что в школах должны быть специальные предметы, касающиеся устройства, как вот здесь, в Германии, например, то есть как бы их учат анализировать, спорить или принимать участие в общественной какой-то жизни. Да, это важно. Создается впечатление, что местное самоуправление ограничено товариществами собственников жилья. Дальше управления своим домом и двором люди не идут. Почему? А людей просто не пускают туда. То есть вот для того, чтобы создать иллюзию участия в каких-то делах, потому что все равно чувствуется, что люди хотят влиять на город и так далее. И вот для того, чтобы создать иллюзию этого влияния, вы заметили, каждый выбор проводит какие-то выборы, там, голосование за подъезд, куда пойдут какие-то федеральные деньги на развитие благоустройства, или как назвать парк. То есть власть бросает людям такие незначительные вещи, которые могли бы решиться совершенно без голосования и так далее, для того, чтобы удовлетворить вот эту потребность человеке принимать участие в обустройстве собственной жизни. И мне кажется, ну как бы вот это сужение влияния народа, оно специально проводилось, и довольно жестко, и довольно много на это было потрачено. Ну а сейчас, про сейчас я уже даже не говорю, потому что сейчас, конечно, люди боятся голову поднять для того, чтобы не быть обвиненными в каких-то безумных преступлениях, потому что если дальше, раньше можно было каким-то образом чиновников критиковать, то сейчас даже чиновников за их косяки, так назовем, невозможно, сразу начинаются разговоры про то, что там оскорбление личности. Я сейчас уже просто не помню статью. Вы подвергались преследованиям из-за работы в «Голосе». Ну да, там прямо начиная с 2013 года. В то время еще была важна красивая картинка. Губернаторы должны были создать красивую картинку, что они выиграли нормально, без фальсификации и так далее. То есть это они там мухлевали, но была важна картинка. А «Голос» всегда публиковал то, что они обнаруживают. И вот в 2013 году я была членом избирательной комиссии и просто рассказывала, как это происходит на избирательных участках, что конкретно делают не так члены комиссии, а почему я считаю, что это фальсификация. Причем это было не на моем избирательном участке. Конечно, не знали, что я буду здесь. И они ничего там не пытались даже изобразить. А это было на соседнем избирательном участке. Но, как правило, бывает в школах по несколько избирательных участках. Ну и как бы я об этом все писала в Твиттере. А Твиттер в Ивановской области в те времена... У нас тогда был такой господин Мень губернатором. Твиттер был у нас популярен. Всех заставили туда зарегистрироваться. И вот в 2013 году после этих выборов подключили моего работодателя, который не знал, что я вообще занимаюсь этим. И меня просто уволили. То есть на него надавили меня, уволили с работы. Почему он был в таком недоумении? Мы сдавали гостиницу. Ему сказали, что если ты Мальцева не уволишь, то гостиницу ты не сдашь. А он вложил в строительство этой гостиницы миллионы. И мы с ним разговаривали. Он такой, ну я, почему, говорит, вас должен уволить, потому что вы хороший человек. И я говорю, ну у вас есть другой вариант. И мы тогда договорились, что я буду работать неофициально, пока я найду другую работу. И вот я нашла эту другую работу и тогда ушла с этой гостиницы. Было очень интересно, когда гостиницу сдавали. Сам губернатор приехал к нам ее встречать. Но все подготовительные работы для встречи губернатора на открытие гостиницы готовила я. А на следующий день начальник мне сказал, завтра у вас оплачиваемый выходной. Ну, чтобы мне не видно было. Но это были вот какие-то первые. Потом меня уволили еще с одной работы. А потом уже в 20-е годы, уже с каждым годом это все ужесточалось и ужесточалось. И если там в 12-м году можно было за какие-то там нападки на избирательном участке привлечь к ответственности полицейского чина, то в 20-м году уже просто за то, что мы там выдвинулись на голосование, то есть нас приписали к делу Ходорковского, у нас прошли обыски. Ну и дальше все по накатанной, по накатанной. И на сегодняшний день я являюсь заказчиком преступления какого-то, в которой уже я 8 месяцев не была в России, но мой дом все равно обыскивают и что-то там ищут. А против меня нет уголовного дела. Есть уголовное дело против моего знакомого, которого обвиняют в распространении фейков и дискредитации вооруженных сил. Но в связи с тем, что у меня есть общая фотография с ним, а он у нас был в качестве волонтера, то я являюсь заказчиком этого преступления. И я уже когда, я уже хотела вернуться как-то тут, думаю, ну чего, как бы, я уехала из-за административных дел, на меня было сразу заведено довольно много административных дел, которые могли вылиться в уголовку, и я поэтому уехала. А потом через 8 месяцев, я думаю, ну как бы, срок уже истекает, привлечение по административкам, можно и вернуться, наверное. Но тут по всей стране проходят обыски у членов движения «Голоса», и в том числе у меня, хотя меня уже давно не было там. Я думаю, что нет, пока рано возвращаться. Почему вы уехали из России? После начала войны и я, и другие активисты в городе организовывали акции, направленные против вторжения России в Украину. Были места, в которых можно было не согласовывать митинги, и все равно, ну как бы, нас все время задерживали, все время арестовывали. А потом наступило 4 марта, был принят закон о дискредитации вооруженных сил, согласно которому борьба за мир в России преследовалась государством. Ну и в связи с тем, что нас все время задерживали, на людей составляли протоколы, мне хотелось как-то оградить немножко людей, тех, которые хотели выйти против войны, ну чтобы у них лишних проблем не было, и поэтому я решила, что мы проведем акцию в виде экскурсии. Я экскурсовод, и я могу как бы провести экскурсию, где люди могут собраться, выразят свое мнение о том, что происходит и так далее. И я объявила, что у нас будет экскурсия 6 марта, называется «Иваново в годы войны». Конечно, я хотела рассказывать про историю города Иваново, как люди переживали, как это влияло на мирных жителей, вообще что происходило. Но, конечно же, какие-то параллели с происходящим в мире в тот момент, конечно же, были. Это была своего рода, конечно же, провокация, но на которую, конечно же, сотрудники полиции поддались. Ну, в связи с тем, что я довольно активная гражданин Ивановской области была, поэтому мои соцсети просматривали, и у меня уже был арест за организацию, якобы организацию другого митинга. Ну, то есть мои соцсети просматривались, и увидев это объявление, я так понимаю, что они решили меня задержать и сделать план на мне по новому закону. Мне даже не дали выйти на эту экскурсию. Несмотря на то, что я рано ушла, в ночь ушла из дома, чтобы меня не задержали дома, но меня задержали в городе, я не знаю, как меня они отслеживали, вероятно. Ну, я вышла в интернет, я пришла на вокзал и вышла в интернет, и меня отследили, и на меня выслали ОМОН, даже не ОМОН, это вот как террористов, когда задерживают, вот эти с масками. Меня практически положили там в центре города на землю, и как бы арестовали, и на меня в течение вот 6 марта составили, то есть меня отобрали все, я не могла предупредить людей, которые пришли на экскурсию, что это будет опасно. Их тоже задержали, всех, кто пришел к назначенному месту. И на меня составили в течение дня, составили три протокола, а по новому закону было достаточно два, для того, чтобы потом была уголовка. И то, каким образом со мной обращались вот в этот день, я до этого много общалась с полицией, никогда не было такого остервенения, никогда не было такой агрессии, никогда не было такого насилия по отношению ко мне. А в этот раз, я не знаю, что сказалось, возможно, в эту ночь, у нас в городе есть аэродром грузовой, и в эту ночь из нашего аэродрома обычно забрасывают войска, когда бывают какие-то конфликты, например, в Белграде или там в Грузии, когда был, и вот сейчас в Украине. И вот в эту ночь привезли 500 трупов, это были первые трупы с украинской войны. Это были не только ивановские десантники, это были и псковские десантники, но сотрудников полиции, насколько я поняла из разговоров, их заставили разгружать. И они предъявляли мне о том, что мальчики там гибнут, а я тут за мир выступаю. Это была основная претензия ко мне, но это было столько агрессии. Насколько я поняла, они меня хотели посадить прямо в этот же день, чтобы до суда я была в заключении, а потом за стену. Мне удалось сбежать из очередного отдела полиции, и я скрывалась несколько дней, пока праздники не прошли, чтобы меня не посадили в КПЗ, а чтобы можно было уже с адвокатом решать проблемы. И вот в эти дни, понимая, в какое дерьмо скатилась страна, в какая атмосфера вокруг меня возникла, я поняла, что я не смогу выжить с теми привычками, с теми способностями не молчать, когда мне что-то нравится. Я поняла, что либо тюрьма, либо надо уехать. И я не захотела в тюрьму в моем возрасте, мне не нравится. И поэтому я уехала в Армению, но я думала, что я уезжаю на неделю, я уехала только с ручной кладью, пока все административки не превратились в уголовку, пока суда не было, не было никаких ограничений, я уехала, но я думала, что я очень быстро вернусь. Думала, что западные страны закроют небо над Украиной, война быстренько закончится, и будет все прекрасно. К сожалению, мои надежды не оправдались. Мои знакомые говорят, что в твоем возрасте быть такой наивной глупо. У меня есть люди, которые остались, которые продолжили борьбу против войны, но и на сегодняшний день они погибли. Оля Назаренко, это жительница города Иваново, преподавательница медицинской академии, которая проводила акции, начиная прямо с начала войны и до самого последнего своего дня она вывешивала какие-то плакаты, которые касались поддержки Украины, либо протеста против войны. И при очередном развешивании плаката она упала и разбилась. Умерла потом в больнице. И все мои попытки убедить ее уехать, потому что ее тоже преследовали, она тоже много раз задерживалась, против нее было заведено несколько уголовных дел. Она сказала, что это моя страна, я не уеду. Вот так это все закончилось. Я не настолько сильная, насколько она... Про некоторых, даже если они погибнут, никто не говорит. Но таких людей много в России. Просто они находятся сейчас в гораздо более тяжелой ситуации, потому что они должны молчать. И даже несмотря на это, они находят возможности, силы и какие-то пути, чтобы проявить вот тот протест, который у них в душе есть. Ну, как бы пусть анонимно вывесить эти плакаты или поддержать друг друга. Для меня герои, ну, как бы вот они. А мы так, обыватели. Как вы оказались в Германии? Мое нахождение в Армении было несколько такое в подвешенном состоянии. Доход и траты, которые я там могла себе позволить, немножко не соответствовали моему уровню жизни. И у меня появилась возможность переехать в Германию по 22-й статье. В связи с тем, что я закончила романо-германский... Факультет романо-германской филологии, немецкий язык, ну, сам Бог мне велел воспользоваться такой возможностью. И в конце февраля 23-го года я переехала в Германию. Четыре месяца я оформляла документы, которые мне нужны были здесь для нахождения в Германии. Ну, а затем я устроилась на работу в качестве социального педагога. И год работала социальным педагогом. Помогала беженцам из Украины, с России, с Сирии адаптироваться, получать документы, взаимодействовать с какими-то органами власти, либо врачами и так далее. Вы не жалеете, что когда-то решили заняться гражданским активизмом? Нет, я никак не жалею. То есть, как бы, ну, у меня много было потерь за это время. Ну, имеется в виду потерь с точки зрения обывателя. Но самое главное для меня, что я осталась верна себе, никогда себе не предавала. Сейчас находиться в стране, которая развязала войну и ведет эту войну, мне кажется, это было бы для меня, ну, смертельно. Зачем Путину эта война? Ну, я вообще считаю Путина ничтожеством с комплексами неполноценности. И вот это для меня, это самореализация ничтожного человека, который хочет всем доказать, что он великий. Что ждет Россию? Любые империи умирают, любые тирании заканчиваются. Я надеюсь, я очень верю, что Россия победит внутри себя вот этот имперский дух. Мы когда-то скажем Украине, спасибо, Украина, что ты нас разбила и заставила заняться собственной страной. Как это говорят, например, в Швеции 300 лет, может быть, пройдет, и в России будет все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok